Человечество живет в эпоху электронных денег, и многим кажется, что стать жертвами карманных воров легче, если человек все еще хранит свои деньги в кошельке. Однако лишиться кровных можно и в том случае, если они на банковской карте или электронный кошелек установлен на смартфон. Среди мошенников, пожалуй, самая популярная схема, когда на телефон приходит смс-ка о якобы зачислении средств на счет, после чего звонит неизвестный и просит вернуть переведенные по ошибке деньги. Также довольно популярной является ситуация, когда по тем или иным причинам злоумышленники просят сообщить пин-код или код безопасности банковской карты. Специалисты Нацбанка предупреждают, что делать этого ни в коем случае нельзя. Нацбанка не могут вам позвонить, узнать пин-код, номер вашей карты. Для того, чтобы узнать ваши данные, им достаточно знать ваша фамилия, имя, отчество. Если позвонивший представится сотрудником банка, вам необходимо будет уточнить его фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, в каком управлении он работает и сразу же перезвонить в свой банк, уточнить, в связи с чем его сотрудники запрашивают ваши данные. В таком случае регулятор настоятельно советует в первую очередь проверить состояние вашего счета, заказать выписку в онлайн-банке и позвонить в банк, прежде чем переводить кому-то деньги. В случае, если вы столкнулись с мошенничеством, то рекомендуется незамедлительно позвонить в свой банк, а также обратиться в правоохранительные органы. В свой банк надо позвонить для блокировки карты, чтобы в последующем не проводились транзакции с использованием карты. Злоумышленники в погоне за чужими деньгами используют самые изощренные способы и методы. Играя на страхе, лишится денежных средств, доверий и добросовестности граждан, а также возможности получения быстрой наживы. Именно для таких случаев Нацбанк опубликовал документ, содержащий рекомендации для граждан, которые позволят избежать потери денег. Рекомендации по предотвращению мошеннических операций. Никогда и никому не сообщайте номер карты и пин-код по телефону. Никогда не обращайтесь к посторонним людям за помощью при снятии денег в банкомате. Не сообщайте никому номер своей карты, свой пин-код, срок действия карты, а также коды безопасности, последние три цифры, которые находятся на оборотной стороне карты на полосе для подписи. Пользуйтесь только официальными сайтами, никогда не переходите по непроверенным ссылкам. Если карту украли или вы ее потеряли, ее изъял банкомат или при любых других трудностях, звоните сразу в свой банк. Всегда проверяйте свои операции по выписке из банка. При использовании электронных кошельков также соблюдайте меры предосторожности. В первую очередь установите длинный пароль. Не передавайте и не сообщайте пароль от электронного кошелька и получаемые смс-коды никому, в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам, коллегам. Если у вас украли телефон, на который скачано приложение с электронным кошельком, незамедлительно сообщите об этом своему банку и заблокируйте кошелек. Но все же не нужно бояться пользоваться современными и удобными технологиями. Но всегда надо быть готовыми, противодействовать мошенникам и в нужную минуту принять правильное решение. Улан Касьянов, Азамат Хадртоктоев, Аллато 24.